Итак, будем работать сейчас с грудным отделом позвоночника в той позиции, когда у нас пациент лежит спиной на столе, ну, либо на полу, да, на любой жесткой поверхности. Значит, во-первых, если у нас ребра вышли, да, из своих сочленений, да, где они устыкуются, можно сделать, это, в принципе, достаточно просто делается, главное, руки, чтобы были полностью разжаты, даже чуть-чуть вот так вот, да, роберные сочленения у нас распрямились, находим то место, где у нас выпирает, да, ребро, ну, например, вот здесь вот, да, просто у данного человека все нормально, то делается на самом деле просто, устанавливаем косточку большого пальца, любой выпирающей части, какую вам вот, ну, какую удобнее, да, или вот эта вот косточка, да, ребро идет вот так. Вот такой дубой вниз. Соответственно, давление наше должно быть оказано вот туда. И мы в эту сторону, вот второй рукой утяжеление делаем, да, и силой доходим до предпредела, и потом на выдохе, да, и вот туда прямо раз, и вставляем ребро обратно. Если позвоночник у нас, проблема в позвонках, да, ну, кстати, вот я тряпочку маленькую взял, да, это вот, в принципе, чтобы руки не скользили, нам всего лишь даже иногда достаточно салфетки, то есть где-то продавить. Или также то же самое с ключицей, да, ключица чуть-чуть, если выбито, то, соответственно, в ту сторону, да, мы ее вот так вот вставляем. Если у нас проблема с позвонками, да, тогда руки скрепляем вот так вот, голову так, чтобы касалась ключицы человека, за затылок, там где череп заканчивается, локти вместе, человека приподнимаем вот так вот, да, и момент нашего воздействия проецируем вот вертикально в столб, примерно в то место, где у него проблема, да, была, вот, например, она здесь, ему в этом месте его вот туда вниз в столб продавливаем, даже можно рукой, вот прямо в грудину. Чуть повыше. Нет, нет, это я показываю. Повыше, пониже и еще пониже. Самое главное, смотрите, если мячоносный отросток слишком большой, да, чтобы он не уперся у нижнего органа, да, чтобы не продавил их. И на него тоже не давите, он может, в общем-то, сломаться. Давите именно в грудину, вот в эту плотную кость. Вот она, твердая. Далее, смотрите, если у нас позвонок был ротирован, ну, например, вот в этом отделе, проверяем, щупаем вот где-то вот здесь. Вот, кстати, примерно. Вот видно, находим, да? То мы сейчас на позвоночник, под позвоночник, подкладываем свою руку, вот так вот, чтобы асисты-отростки легли между нашими бугорками, да. И будем когда давить, чуть-чуть этим бугорками, так вот, подворачивая вверх, снизу вверх, вот так вот, да. Стараясь с противоположной стороны растянуть максимально. Ну, вот он у нас визуально вышел вот сюда, в эту сторону, да. Я специально буду говорить право-лево, просто вот, смотрите, с противоположной, да. Руки соединяем так, чтобы локти были примерно над этим уровнем, да. Ну, то есть, вы можете чуть пониже, там, чуть повыше, если более в верхней позвонке, например, там, второй, третий грудной позвонок, да. То есть, ТАЖ-2, ТАЖ-3, вот эти вот, да. Поворачиваем пациента, подкладывая руку под него. Ну, кстати, смотрите, пациент может быть достаточно такой мощный, да, и у вас вот этого вот, как бы, высоты, вот эта часть от стола может не хватить. Тогда можете прямо руку ставить вот так, и под это позвонок, так, на ребро, да, и сразу вот этим пальцем вы будете давить на это ребро большим пальцем. Или можно подложить кулачок, вот под это место, да, и кулаком давить. То есть, у вас высота, получается, выше, видите, за счет высоты пальцев. Ну, это достигается с опытом, то есть, так вот, что подложить, я вам конкретно не смогу сказать. Да, 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 то есть, маневрируйте и ищите, ищите, да, какая часть, какая часть вам больше подходит, да, чтобы поднять высоту. Ну, вот так можно поставить звук на кулак, да, вот на стол, и вот этим пальцем тогда поднять. Просто объем у людей разный бывает, да, у некоторых грудная клетка вот возвышается на столом вот на стоку. Ну, и богу, сантиметров 40, а то и 50 бывает. Вот, в данном случае у нас худенький мальчик, да, поэтому нам этого не требуется. Значит, вот под это место, еще раз мы нащупаем, вот, подложил кулачок. Так, еще раз нюанс, как я проходу. В данный момент я подложил не вот так, а вот так. То есть, ассист отростки легли вот здесь, видите, то есть, высота моего воздействия будет вот такая. Вот в большом пальцем счет буду. Понимаете, ассист отростков здесь, вот так и буду позвонок вправлять и вверх. Еще раз. Подложили. Вот, и чувствуете давление, какой рукой. Лучше всего вот этой. Давим вниз и одновременно вставили, да? Это чувствовал? Да. И одновременно вот я, то есть, надавил вниз, проекция, то есть, моя была прямо в него, да? А рукой-то чуть-чуть поднажал. Иногда, вот, например, выше, да? У вас не хватает вот этой руки, да? Тогда можно вот этой рукой находить. Здесь, ну, этой рукой нет движения, тогда меняем руки, наоборот, вот эту сверху. Тоже вы просто ищите, ищите где-то движение, да? Вот, находим мне. Раз. Раз. Ближе к шее, чем мы выше поднимаемся, да? ТАЖ-2, ТАЖ-3, ТАЖ-4, вот эти. Нам тяжело вот это сделать, потому что лопатки, лопатки человека, они тоже упираются, они нам мешают. Поэтому, вот я и говорю, можно подложить вот, вот так вот руку, да? Чтобы у вас есть, там русские сюда были. А вот так вот подложить выше, чтобы обойти лопатку, она будет с той стороны руки. Ну, не знаю. Давайте покажем, как это происходит. Вот, подложили. Видите, лопатка выходит за руку. Вот выше получается, города. Да, да, да. Так. На этом с грудным отделом работать мы закончим. Ну, кстати, мы уже знаете, как еще? Вот опять, без его рук находим тот позвонок, какой нам надо даже стянуть. За него хватаемся. Голова удобно лежит на нашем, на нашем теле сгибе. А давить будем примерно в проекцию, вот так вот, перпендикулярно телу, в его грудину, в то место, где нам этот позвонок надо выдавить назад. Это самый сложный момент, когда позвонок ушел не наружу, да, не ротирован, а ушел внутрь. Вот оттуда его выдавить, сюда. Это самая сложная часть. Но, в принципе, все возможно. Единственное, что смотрите, чтобы во время этих движений вы, случайно, не передавили сон на артерии, да, либо кадык человеку. То есть, ну, просто, буквально, помягче делайте. Так, давайте с грудным отделом на этот закончим. А в следующем видеоролике перейдем к шейному отделу, в том положении, когда человек лежит лежа на спине на твердой поверхности.